Мы продолжаем наши уроки. И в этот раз я хочу обратиться к произведению современной нам литературы. На Еге много тем сочинений, в которых должны отразиться произведения литературы конца XX – начала XXI века. Поэтому я решила взять эту книгу, которая вышла как раз в наше время. Это писательница Гузель Шамильевна Яхина и, можно сказать, нашумевший роман, который получил несколько литературных премий «Зулейха открывает глаза». И не зря для моих ассоциаций я держу рядом книгу Алексея Елисеевича Кулаковского на русском языке. Какие темы сочинений можно связать с этим произведением? Тема взаимопонимания между людьми в отечественной литературе второй половины XX – начала XXI века. Тема взаимопонимания между людьми. Второе. Образ дороги и тема жизненного пути. Или тема обновления жизни. Эти темы взяла опять ФИПИ, но, я думаю, таких тем очень много. Тут только третья тема. В нашей литературе много двоязычных писателей. Я очень люблю их произведения. Это мой любимый Чингис Тарикулович Айтматов, лауреат Ленинской премии за свою первую книгу. И который одинаково писал и на русском, и на киргизском языке, или переводил свое произведение с одного языка на другой. Это Фазиль Искандер. Это Олжа Сулейменов. Это Юрий Ртхеу, чукотский писатель. Юлий Ким. И я могу назвать и якутского писателя Николая Лугинова, произведение которого увидели свет и на русском языке. И который очень глубинно исследует историю якутов. И в свое время я очень любила проводить уроки по повести Андрея Платоновича Платонова «Джан». Это туркменское слово, и оно означает «душа». Про студента Чагатаева, который учился в Москве и поехал на свою родину, чтобы возрождать людей к новой жизни. Это 20-е, 30-е годы, начало советского периода, российской истории. И на этом уроке я использовала вот эту гравюру, и мне кажется, она подходит и сегодня. Это гравюра Фаламмариона. Мы о нем еще будем говорить. И смотрите, человек живет в одном мире, привыкает жить. И потом приходит какое-то время, какое-то озарение, и он может проникнуть в другой мир. И там озирается и смотрит, как там, что там. Человеку же интересно. Вот мне кажется, эта гравюра очень подходит, потому что и название романа такое. Зулейха открывает глаза. Вот анонимная гравюра. Астроном 19 века. Камиль Фаламмарион. Между прочим, имя Камиль и... Гузель Шамильевна или Шамильевна – это одно имя. Камиль и Шамиль. Так, вот пилигрим. Между прочим, пилигрим – это тема пути. Он рассматривает внутреннее устройство Вселенной. Что же такое это голубое небо, которое существует и закрывает от нас звезды в течение дня? Потому что какое-то время что-то от нас укрыто и закрыто. И человек пытливый всегда хочет видеть что-то. Вот. Это слова самого Камилья Фаламмариона. Мы становимся неспособными ни на какое дурное дело. И перестаем понимать, как это разумные существа могут истреблять и мучить друг друга из-за религиозной розни и племенной ненависти. Хотя это говорилось давно, возможно, в XIX веке, возможно, и раньше. Но, мне кажется, вот это высказывание очень подходит и к нашему такому непростому времени. Обратимся к роману. Это была у нас как бы первая ассоциация? Или это было как бы вступление? Для чего? С какой целью? Для того, чтобы мы немножко обратились и к себе. Потому что сочинение мы должны писать от своего имени. И на сочинении «Иге по русскому языку» мы тоже должны показывать себя, свое отношение к позиции автора. Так, персонажи, я не буду перечислять, вы их все видите. Если вы даже не читали это произведение, вы хотя бы сегодня получите первое представление об этом произведении. И, возможно, захотите его прочитать. Идея. Идею, я недолго думая, взяла у самой Гузель Яхиной. Она сама говорит, что даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья. А разве не так в русской литературе? Свяжем идею, например, с Татьяной Лариной. Ну, это не самое большое горе. Но после того, как Онегин отверг ее, она все-таки находит в себе силы и уехать, и окунуться в новую жизнь. Потом она выходит замуж и превращается из куколки в бабочку. Именно в эту бабочку. И влюбился Евгений Онегин, когда встретил ее через несколько лет. И Наташа Ростова. Она тоже потеряла своего жениха Андрея Болконского. И все-таки вот зерно будущего счастья было спрятано в их отношениях с Пьером Безуховым. Жанр – это историческая драма. Тема. Я считаю, что это повествование об одном из самых трагических периодов становления советского строя. В программах это обычно пишется тема индустриализации, коллективизации. И мы привыкли разбирать, например, роман Шолохова «Поднятая целина» советского периода и многие другие. Конфликт. Я считаю, что это конфликт между мифологическим, мы об этом еще будем говорить, и вырабатывающимся социалистическим сознанием. Здесь тоже можно вспомнить гравюру из мифологического в социалистическое. А многие произведения того периода, 20-30-х годов, произведения Андрея Платонова, Чевенгур, Котлован и другие, очень созвучны. А из якутских писателей я бы назвала рассказы советского периода анимподиста Ивановича Сафронова. Теперь мы поговорим об архетипах, потому что в сочинение мы должны вводить и теорию литературы. Архетип, можно сказать кратко, это обобщенный древний изначальный образ. Это подсознательная форма мышления человека. Они всегда существуют в человеческом мышлении, и их можно назвать вечными образами и мотивами, к которым постоянно в любую эпоху обращается искусство. Обратимся ли мы и к живописи, и к скульптуре, и, конечно, к литературе. Архетипы есть везде. И в последнее время очень популярно обращение психологии к архетипам человеческого сознания. Субтитры создавал DimaTorzok